3 числа 2022 года ориентировочно в 10 часов вечера наш командир батальона собрал всех офицеров батальона и сказал, забрать у всех военнослужащих, у всех своих солдат сотовые телефоны и сказал, что мы будем наступать на территорию Украины 24 числа. После этого он даёт нам всю информацию, что мы должны наступать в сторону города Сумы, Приулки и в дальнейшем выйти на Киев. 24 числа, натеровочных часов 4-6 утра мы выдвинулись, пересекли границу территории Украины и выдвинулись в сторону города Сумы. После того, как прошли города Сумы и Приулки, моя колонна попала под обстрел украинскими силами. У нас есть небольшое деление, моя колонна попала под обстрел, вся колонна просто сгорела. У нас современное оружие, у нас бомбили из всего, просто с воздуха, из земли, байрактарами, РПГ, пулемётами, было просто в страхе смотреть. Я добровольно своим экипажем просто отдался в плен. Находясь под Белгородом, нам командир батальона поставил задачу 23 февраля в ночь. С 24 числа выдвигаемся на Украину, следуем за первым БТГРом. Они идут немного в стороне, мы идём тоже чуть в стороне, в сторону Сумы, Приулки. С дальнейшей задачей дойти до Киева как можно быстрее. Задача разбивать всё, что видим из военной техники или военных людей, не относящихся к нашим войскам. Также далее, наша колонна попала в засаду и была полностью разбита из всех орудий местными жителями, которые воюют как звери. Когда мы пересекли границу с Украиной, мы не знали об этом, нам сказали только после. Хочу сказать то, что люди здесь самые обыкновенные, здесь нет никаких нацистов, здесь нет каких-то либо критериев в плане разговора, в плане речи. Русская это речь, либо украинская. Многие люди разговаривают по-русски, никто за это не упрекает. Мы столкнулись с достаточно большим сопротивлением. Я никогда такого не встречал. Я хочу попросить, чтобы сюда никого не отправляли и выводили войска. Мы все шли за командиром батальона, после чего попали под обстрел. Украинцы как звери просто воюют. Нас просто уничтожили, просто всю колонну уничтожили. Мы не понимали, почему мы начали задавать вопросы. Мы ночью пересекли границу, не зная сами того. И когда увидели машины с номерами украинскими, начали задавать вопросы нашему командованию. Что здесь происходит, почему вообще так, как так получилось. Мне сказали просто, не задавая лишних вопросов, осталось немножко, километров 20-25. И доезжаем до такого-то населенного пункта, название не знаю, разворачиваемся, убываем, в пункт поставить дислокацию. То есть забираем технику. Но до этого пункта мы, получается, так и не доехали. Нас разбили. Всю колонну я с своим товарищем выпрыгнул из танка, грязь, сдался в плен. В плену? Ну, нет притеснения, как бы русского языка с нами общаются, так же спокойно на русском. Не знаю, от чего здесь освобождать, зачем сюда вообще отправили, для чего это все началось. Случай был, когда на входу колонны военнослужащий попытался выйти с машины и не таким-нибудь уйти в сторону границы. То командир роты применил ему физическую силу, после чего закинул его в машину и заставил ехать дальше. Нам говорили, что если кто-то попытается уйти нас, либо свои же расстреляют, либо просто больше назад не вернемся. Здесь очень хорошо с нами обходятся, нас принимают. Я хотел бы попросить всех россиян, если меня слышат, видят, сделать все возможное для того, чтобы эта война прекратилась. Этой войне не нужно ни Украине, ни России. Это война, скорее всего, нужна только президенту. Я не знаю, для каких целей. Я прошу помочь. Только общими усилиями мы сможем все это прекратить, и это все закончится. У меня все. Продолжение следует...